Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о новинке от компании Maxi-Cosi. Модель называется Rodi XP-Fix. Это новое кресло у компании Maxi-Cosi, но построено в целом на базе предыдущей версии Rodi модельки. Поэтому она и была моделька хорошая, интересная, но после доработок она стала действительно лучше, чем была. И по безопасности, кстати, она получила очень неплохие оценки, и ребенка действительно можно доверять. Очень хороший уровень безопасности головы, но вы видите здесь по подголовнику все и так понятно. Ну, в принципе, начнем с вами изучать. Кресло категории 2.3, напомню, кто не в курсе, что это вообще за модель. Это с 15 кг до 36 кг, с метра роста и до победного конца. Пока кресло вам нужно, ребенок здесь будет помещаться без проблем. Вот. Так, смотрите. Сейчас покажу быстренько, как крепится ребенок, как крепится кресло. Начнем с этого. Категория 2.3 подразумевает отсутствие внутренних пятиточных ремней, всяких столиков безопасности. Здесь этого нет. Ребенок крепится взрослым ремнем. Ремень верхний проходит обязательно в направляющем в подголовнике. Это очень важный момент, потому что если прикрепить без направляющего, то ремень может сдвинуться и попасть на горло ребенку. Этого допустить вообще ни при каком раскладе нельзя, потому что ремень может сыграть злую шутку, попав в ДТП на горло ребенку. Все, пристегнули. Как взрослый человек крепится ремнем, так же ребенок крепится с метра роста в такой группе кресел. Вот. Соответственно, убираем ли мешок. Сейчас покажу вам, как крепится кресло. Ну, один из вариантов крепления, если у вас нет из-за фикса, крепится вот поставили кресло, посадили ребенка и пристегнули ребенка с креслом взрослым ремнем. Это один вариант, который в любом случае используется. А дополнительно вы это кресло можете прикрепить на изофикс. В этой модельке изофикс-система крепления присутствует. Вот, собственно, сама система. Здесь очень удобная система, тем удобная, что она высовывается по одному. Видите? Все. Соответственно, прикрепляем. До щелчка. И можем ехать. Что касается наклона. Здесь свободный вход по спинке имеется. Он интересен тем, что примет положение спинки автомобильного сидения. Дальше, чем оно, оно, естественно, не опустится. Ну и дополнительно установлена система блокировки, которая не дает креслу опустить спинку дальше, чем это можно опускать. Некоторые умные родители ставят кресло на переднее сидение, думая, что там же наклоняется спинка ого-го. Как, мол, я опущу, и будет у ребенка наклон. Но нужно не забывать, что при наклоне, таком сильном, чем более, чем нужно, ремень сдвигается на горло. Это катастрофа на самом деле. Эти родители немножко глуповаты. Не вникают в вопрос. Вот. И, соответственно, так делать ни в коем случае нельзя. Это опасно для жизни ребенка. Здесь есть для таких родителей вот такая блокировочка, фиксатор, не знаю, как назвать. Она не дает опуститься спинке дальше, чем нужно. Вот это круто. Так, что касается комфорта. Мы разобрались по наклону, как здесь это работает. Плюс ко всему, здесь вот такая вот возможность есть. Когда ребенок садится, он сам под своим весом расширяет боковушки, чтобы ему было больше места. Элементарно даже растет ребенок. Он же не только вверх, а в ширину растет. Поэтому вот эта вот опция очень-очень полезная. Щелчки, ничего страшного. Так это работает. Все, раздвинули. Все, вальяжненько, комфортно, хорошо. Также очень в правильном месте расположены подлокотники. Они именно четко под локтями. Часто бывает, что это одно такое название. Вот здесь с этим все нормально. Что касается ткани. Ткани, где ребенок касается лицом, плечиками, ручками. Здесь ткани везде очень приятные, тактильно, гладенькие. Здесь под попкой. И вот в этой части на спинке ткань чуть-чуть жестче. Но в этом месте лучше так и сделать, чтобы оно меньше изнашивалось. По большому счету, по посадке, по тканям, по креплению я вам все рассказал. Здесь особо многое не расскажешь про это кресло. Кресла категории 2-3, они не сложные. Это простые версии кресел. Модели такие, без заморочек. Вот. И добавить мне по большому счету нечего. Подытожу. Первый плюс. Максикози. Это бренд. Хороший бренд. Очень качественно делает вещи. Хорошие оценки иодаки. Наличие системы изофикса. Возможность раздвижения. В зависимости от роста спинки. Это круто. Очень хороший подголовник. Вот. Приятная ткань. Ну, собственно, по наклону я уже вам все рассказал. Как бы, учитывая стоимость и что это Максикози, это хорошая цена для такого уровня кресла. Поэтому не рекомендовать я его не могу. Обязательно рассмотрите этот вариант, когда будете искать 2-3 категории для вашего ребенка. Это очень годное кресло. Поэтому рассмотрите. Если это видео вам было полезно, интересно, вы для себя что-то подчеркнули, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы получать новые уведомления о новых обзорах. И большое спасибо хочу сказать миру автокресел за то, что предоставили Роди XP-Fix на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.